А вот и обещанная творожная запеканка с грушей, без муки и манки. Нежная, сочная, готовится просто, съедается быстро. В миску разбиваем 4 яйца. Всыпаем сахар, соль и все это взбиваем вилкой или ручным венчиком. А если сахара не добавлять, тогда запеканка может получиться диетической. Добавляем творог. Лучше брать плотный, жирностью 9%. Мне нравится, когда чувствуются творожные крупинки, поэтому я не пробиваю блендером. Грушей помойте, очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте дольками. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой. Выкладываем грушу на дно формы, а сверху выкладываем творожную массу. Такую запеканку можно позволить себе без вреда для фигуры. Одно сплошное удовольствие и польза. Кстати, если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться. Ставьте лайк, пишите. Мне будет очень приятно. Нарезаем сливочное масло тонкими пластинками и раскладываем его на запеканку. Ставим в нижнюю треть духовки, разогретой до 170 градусов. И запекаем минут 40 час, смотря какая у вас форма. Керамическая, как у меня, выпекается дольше. Готовую запеканку оставляем в духовке еще минут на 30, можно на ночь, так она не опадет. А тем временем приготовим малиновый соус. Готовится он очень просто и быстро. Ягоды промойте и в блендер. Засыпаем сахаром и взбиваем до однородности. Готовую малиновую массу протираем через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек. Смешиваем со сметаной. Если малина кислая, то возьмите больше сахара. Наш великолепный соус готов. На моем канале есть рецепт клубничного соуса, который также отлично подойдет. Запеканку храним в холодильнике. А то, что осталось, можно заморозить, завернув в пищевую пленку. Посмотрите, скоро распустится розочка. Кому интересно, смотрите в следующих видео. Всем хорошего настроения!